приветствую слушателей на волнах международного радио беларусь и зрителей на youtube каналах сегодня у нас в студии как всегда известный латвийский блогер роман самуль мне говоришь известны в узких кругах скажем так и соответственно председатель международного форума добрососедство сегодня от романа поступило предложение поговорить вдвоем на любые темы я отдаю слово романа и буду слушать я тебя буду на ты все-таки обращаться мы давно знакомы и знаешь одно дело слушать политологов там экспертов но они все не живут ни в латвии не в литве да они многое знают там сми читают понятное дело а мы с тобой все-таки оттуда да мы как-то больше чувствуем что там происходит но мы уже два года там тоже не были роман но все равно знаешь люди не меняются там принципе во власти а значит мы с тобой понимаем что там происходит при них пожили там не то что пожили мы там родились выросли и все время всю жизнь там поэтому я и хочу сегодня со зрителями скажем так поговорить да чтобы они поняли нашу позицию что мы вообще думаем об этом и может быть сегодня затронем такие вещи которые политологи как бы ну не 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 раскрывая да они говорят об этом допустим у нас появилась такая мысль поговорить о работе спецслужбы наших стран поговорить о тех самых политзаключенных которые очень многие забывают кстати поговорить ведь там остались люди которые защищают права республики беларусь права россии это наши люди о которых ну к сожалению а знаешь что я бы хотел начать чего я бы хотел начать с того сначала как бы что после того как литва латвия якобы стали независимыми мы же все обрадовались мы же все были довольны а блин вот сейчас повеяло в воздухе мы показывали что мы довольны мы сами мы сами себя так чувствовали стояли балтийском пути и все сцепившись руками как бы вся прибалтика и все люди были воодушевлены я даже знаю людей которые сейчас сожалеют об этом что они стояли в этом балтийском нет так это все было потом а кстати мы с тобой же азара николая яновича записали тоже как бы по сути об этом самом рассказал что тогда так как та закостенелая советская верхушка она все так закостенела динамика все таки все хотели каких-то перемен каких-то новых ветров хотели чего-то нового хорошую идею о блин свобода и независимость такой до 2000 года я помню мы все радовались где-то даже больше чем за за 2000 год вот альгерда спалецкис как раз вот это ты как вот ты на упомянул да политический заключенный один из самых известных прибалтики так он только 2008 году уже конкретно понял что страна идет куда-то идем не туда и вот только тогда создал партию фронтас и начал вот эту свою борьбу причем эти скажу в восьмом году у многих понимание пришло что мы идем закат причем альгерда спалецкис то он был сам из самой верхушки из самой элиты его готовили самого детства он из такой наследственный такой по семьи политиков за западных политиков неважно нет даже не западных он просто из семи политиков такой потомственной семьи и вот дедушка кстати был первый президент 1 генеральный секретарь президенты Литвы, когда Литва вступила в состав Союз Советского Союза. Так он был первый, ну или президент, или генсекретарь, как это назвать, его дедушка, Альгер Досполецкеса тогда был первый вот этот. И его отец политиком был из серьезного калибра. Да, из серьезного калибра политиком. Его отец был, Юстас Досполецкес, его отец. Его брат на ЛРТ телевидении там занимает очень высокие посты. На ЛРТ телевидении основном, главном, системном. И он как бы по этой стезе шел. И он же был этим, когда в Евросоюз вступали, тогда он был как бы самым главным переговорщиком Евросоюза, Альгер Досполецкес. Он тогда был дипломатом. Дипломатическую работу работал. Он был социал-демократом в партии. Он был в самых первых рядах. Его, я думаю, даже на президента пост метили. Его бы, ну, готовили. А тут он раз, какая программа, что-то у него там в голове. Он же увидел, что вот какую-то нечестность. Он увидел первые аферы, такие крупные, которые тогда пошли. И он как честный человек, как он начал... Как гражданин своей страны, который, да, как бы со своей страной борется. Да, как патриот своей страны. Он начал, ну, как бы уже поднимать волну. И он даже в этой партии социал-демократов, он поднял волну против этой аферы. Там была какая-то очень крупная афера. Слушай, ну, он опасный. Понимаешь, за ним люди идут. Все люди понимают, что он, понимаешь, с высшим образованием. Многие вещи понимают, что он действительно, как бы, ну, вот семейный такой подряд. Именно из-за этого и изолировали его. Именно из-за этого. Видишь, но у вас таких людей, допустим, действительно он опасен для тех, кто сейчас правит в Литве. А у нас же сажают людей очень простых. Простых граждан, которые, извините меня, там, за тикток, где даже о политике не говорят. Где просто в сравнении, допустим, то же самое. Кстати, расскажи вот про этот тикток. Да, Дима Матаев. Да, и как его посадили? За что его посадили? Его полгода назад сняли с рейса. Точнее, не сняли с рейса. Он возвращался с семьей. У него жена. Он фуристом, да, на фуре работал с рейсом? Нет, я не знаю, чем он занимался. А, ну, просто приезжал. Он прилетел с отпуска вместе с женой. Жена у него латышка. Трое детей, латыши. Он единственный, ну, русскоговорящий. Но он тоже себя приравнил, как бы, к латышам. Он гражданин Латвии. Все как положено и так далее. У него были тиктоки, он снимал. Он показывал Ригу и приезжал в Минск часто. И показывал Минск. И он говорит, что Рига-Яма, ну, действительно, в сравнении, если смотреть, потому что у нас везде граффити, грязь и так далее. Там людей не видно на улице. И показывает Минск, где чистота, все ухожено, новые здания, где, ну, наверное, 80 процентов жилого фонда здесь. Все новенькое, красивое, вылизанное. И люди, главное, есть на улице, понимаешь? Вот это тоже важно подметить. И вот за такие сравнения он якобы оправдывает там диктаторскую вот диктатуру белорусскую, там, в России, там, значит, он там где-то что-то, чего-то, наверное, на пояснение. Это чисто вообще даже не за политику, не за что, вообще просто за сравнение. Да, понимаешь? Слушай, и вот этому человеку сейчас грозит 4 года, да? Прокурор требует, 26 или 28 будет суд этого месяца. Так он уже полгода сидит. Вот с отпуска вернулся человек, да, с отпуска вернулся, его прямо в аэропорту схватили. Еще, наверное, в одиночку посадили. Да. Слушай, ну, другой пример. Я уже тоже неоднократно об этом говорил. Мы почему сегодня поднимаем эту тему политзаключенных? Потому что мы забываем про них. А это те люди, которые борются за наши, скажем так, ну, спокойные дни, за какие-то логические умозаключения. Так у вас еще, это, Елена Крейл, уже реально сидит, правильно? Елена Крейл, она сделала экспозицию у себя на окне флаг Беларуси, России, Латвии, Израиля, Пакистана, Ирлана и так далее, Украина, что давайте дружить. За мир, дружбу и жвачку, как говорится. Ну, блин, оказывается, это тоже подсудимый дел. Она уже реально сидит уже, все, она уже реальный срок получила. И она по первому делу получила, по-моему, срок там два года, если не ошибаюсь, еще второе дело. Просто обыкновенная женщина причем. Обыкновенный человек. Не политик, ничего вообще. То есть все дело. Понимаешь, вот насколько тупо у нас работают спецслужбы, да, они всех настолько подмяли и вот страхом начинают пугать. Это не так, как у вас. Действительно, ты очень правильно метко все время подмечаешь о том, что ваша спецсура работает более тонко, красиво, понимаешь? Она действительно убирает, как бы, верхушку, что понятно, по естественным причинам, как они себя защищают. Знаешь что, я вот помню, читал когда-то раньше материалы такие, до того, как Прибалтика, Литва вступила в состав Советского Союза, тогда очень постоянно Польша, как бы, хотела в Литву, засылала всяких диверсантов, засылала всяких там специалистов по всяким цветным революциям, засылала всяких. Она, как бы, хотела от Литвы устранить свое влияние в Литве, установить политическое. И вот я, мне поражался, что в то время литовские спецслужбы очень грамотно работали. Они очень грамотно отбивали все эти атаки, они на агентурном уровне грамотно очень работали, и вообще очень все пресекали красиво вот эти все попытки. И вот мне сейчас, смотрю, что вот сейчас какие идут действия со стороны Латвии, но это чисто топорная такая, тупая топорная работа, как ты рассказываешь, и не только ты, мне кажется, Юрий тоже рассказывал, Юрий Алексеев, что туда берут те, которые вообще никуда не годятся. Зеревень, главное, чтобы знал латышский язык, как говорится. Да, берут просто по профессионализму, а берут потому, что просто знал латышский язык и ненавидел русский. Все, больше других критериев там нет. Именно набирают непрофессионалов, которые просто тупо все выжигают, и они больше ни о чем не думают. А вот литовские спецслужбы, как и до военной, до Второй мировой войны, они опять работают, как бы, я бы сказал, очень грамотно, очень к тонкому уровню работают. Они не гасят у нас оппозиционные каналы. Они дают, то есть тоже? Они дают, конечно, там за ними, само собой присматривают, бесхозных же не оставят. Присматривают, все, но они дают им, как бы, в каких-то рамках дозволенных, чтобы там какие-то, наверное, красные линии, какие-то красные линии установлены, и вот в этих каких-то рамках им дают выражаться. Они же могут сказать, скажем, вот как пресс-джаз, эксперты, они же, ну, они в такую форму выбрали сарказм. Аудрюс Накас, он же профессиональный актер, бывший член Слейсейма, вот это самый главный в этой пресс-джаз-студии, он очень грамотно, как актер, с таким сарказмом, подшучивая, очень грамотно это все выворачивает. У нас это уже не сделаешь. Очень красиво. Слушай, ну, вот еще примеры. Татьяна Андреец. Молодая, сопливая девчонка. Реально сопливая девчонка. Причем она отучилась в латышской школе. Она там сама, по-моему, наполовину латышка. И она перфектно владеет латышским языком. Она патриот Латвии. Она реально выступает за Латвию, за то, чтобы там действительно какие-то были нормальные, человеческие, ну, скажем так, возможности жить всем. Ну, у меня такое ощущение, что они напугали девушку. Она, конечно, слабая девушка. У меня такое ощущение, что ее напугали. Слушай, ну, ей привязали вот эту группу, там, не буду ее называть слух, да, уголовное дело. Там шесть человек в нее включено. Я в том числе, кстати. Хотя реальной жизни я даже этих людей не встречал. И какое-то время, да, на меня выходили, там пытались меня туда же засунуть в эту группу, но как бы я не сталкиваю. Ну, тебе было неинтересно, скажем так. Мне было неинтересно, да. И вот они придумали эту группу некую и вот туда вот всех неугодных запихали, сделали какую-то коллективную такую уголовщину и вот сейчас вот этим все мусолят. Татьяна Андреевна возвращалась с обучения, ну, училась она в России. Да, в Питере, мне кажется, это училась, да. И просто вот тоже арестовали девчонку бедную, запугали в тюрьме. Сейчас она вообще ни с кем не контактирует. Да, испуганная сейчас. Жалко девушка. У нее отобрали вообще какие-либо документы. То есть, надо, чтобы трудоустроиться, я так понимаю, идет в службу госбезопасности, пишет заявление те, ну, скажем так, подтверждает, что да, это она и вот только тогда может быть... Молодая, красивая, идейная девушка запугали. Выехать не может вообще ничего. Даже по Евросоюзу. Ну, вот как так это вообще возможно? Потом, если ты помнишь, у нас, ну, я тебе просто расскажу, скорее всего, ты не знаешь об этом, когда на 9 мая у нас парнишка вышел с флагом России. Да, помню, помню. Знаешь эту историю? Конечно, да. Его мама, он сам уехал в Россию. это вообще какой-то журт. Его мама везла, сколько там, 500 евро или сколько-то там, ну, я не помню точно. Ну, типа, сказали, что там кто-то деньги передал в России, деньги ему. На адвоката еще одному политзаключенному. Это мелочь. И его маму посадили, правильно? Его маму посадили. И она сейчас опять до суда сидит, да? До суда. И ты представляешь, понимал, адвокаты очень дорогие. Я просто вот сколько историй слышал, как минимум без двушки, ну, то есть 2000 евро, ты к адвокату можешь не подходить. Да. Тут кто-то взялся, видно, из, может, начинающих адвокатов или, скажем так, из тех адвокатов, которые, ну, действительно, может быть, понимают всю ситуацию, какая сложная в стране, согласился на вот такие копейки как бы защищать. И за это арестован. Ну вот, получается, что тогда у нас посадят в тюрьму уже таких людей, которые действительно опасны, как Альгидас Полецкис, который действительно, хотя вот короткое время сейчас, когда выходил из тюрьмы, год там времени, он вроде до следующего суда, да, он побыл, он опять начал вокруг себя аккумулировать людей, понимаешь? Причем очень разных людей, да, очень разных людей. Он знает, как надо грамотно действовать, он как политик, дипломат, он очень грамотный, очень интеллектуальный человек, и вот он опасный. Второго такого человека по той же самой статье, 119 действия, а, шпионаж в пользу России, кстати, 119 статья, применили второму человеку, Алексею Гречусу, который занимался русскими памятниками. В смысле, он получил где-то в Калининградской области грант на присмотр памятников. Это, чтобы вы понимали, просто очищать территорию, листики сгребать. листики сгребать, там, какие-то памятники восстанавливать, он выискивал какие-то там заброшенные памятники, тоже восстанавливали. Ну, в принципе, такая даже не политическая, такая, как бы, вегетарианская такая, вообще безобидная деятельность, ну, как бы, культурная даже сфера. Да, это даже и самой стране, как бы, плюс, потому что, ну, зачем заброшенные какие-то имеют там некрасивые места, когда можно прибрать, это красиво будет. Да, ему опять же применили эту 119 статью, как и Альгердасу, и второго человека, 4 года ему за это дали. Ну, видишь, все-таки не соглашусь, это будет тогда, получается, до конца, не совсем тонко работают, но вот где-то есть глупости такие. видимо. У нас, видишь, у нас просто дробили всех активистов, то есть, те люди, которые выходили за равноправие, там, чтобы, ну, два языка, допустим, было, в стране, ну, смотри, в чем проблема вести то же самое в Латвии, потому что латышей, на самом деле, 50 процентов, и 50 процентов в Латвии, русскоязычных людей, думающих по-русски, их не изменишь, с ними ничего не сделаешь, понимаешь, как бы ты не заставлял бы человека что-то учить, вспомни, вот детство, допустим, те родители говорили, нельзя курить и так далее, но всегда пацаны, молодые особенно, знаешь, вот такие дворовые, ну, хочешь, не хочешь, принципиально начинали вот курить, ну, как бы, знаешь, вот запретное всегда сладкое, грубо говоря, то же самое и здесь, когда здесь заставляют, здесь наоборот, как бы срабатывает такая история, что ты как бы отвергаешь это, и, ну, не будешь вот на это идти, то есть, там, вот, я, может быть, не совсем правильно. можно запугать наших людей, у нас же были тоже эти пикеты у Сейма, да, пикеты, вот когда это известное там, какое там число было, 16 февраля, ну, не помню точную дату, но известные случаи, когда резиновыми пулями постреляли, якобы кто-то начал кидать камни в окна Сейма, и тогда резиновыми пулями постреляли людей, и привлекли к ответственности даже прохожих людей, которые вообще там никаких дел не имели с этим. на камне и привлекли, но там же камеры какие-то доказательства. Так там даже потом уже, как даже мне кажется, Лаурина Срогельская в этом разбирался, что там даже готовили еще один такой, как бы, ну, это как бы сами службы это синициировали, им нужно было показать, как будто здесь есть какое-то протестное движение, так как уже люди запуганы, сами не выйдут на это, так как когда уже сами люди запуганы, они уже на это не пойдут, им надо тогда имитировать что-то, самим придумывать, что вот это вот есть. и там как бы уже лежали, и камни подготовлены, и в мешках там уже красиво. Ну, одним словом, когда уже людей, так как у вас Латвии, запугают полностью, а им для какого-то сценария надо будет симитировать какое-то протестное движение, тогда они сами начнут его имитировать, создавать там, каких-то прохожих ловить и привлекать, что мы этим... Я вам скажу, кстати, у нас в Латвии, по-моему, в третьем году, если не ошибаюсь, была подготовка Майдана на Украине. Вот серьезно тебе говорю. Вот я не помню число, и даже, может быть, с годом ошибаюсь, но я помню тот момент, когда у нас в старом городе крушили все магазины, били витрины, переворачивали полицейские автомобили, и тогда эта акция очень так сильно напомнила то, что потом случилось на Украине. Вот такая маленькая подготовка была. Так у вас вот, когда людей запугали полностью, уже выжигают полностью все, и люди только будут тихо, полголоса говорить на кухнях, и никто, никто, в эфир не будет выходить, открыто не будет говорить, и службы эти, которые работают, они не могут тестировать настроение населения, они не могут никак это проверить. Это для них самих плохо, потому что... Ну, это сыграть с ними плохую шутку. Да, плохую шутку. Могут создаться, так сказать, какие-то там ячейки, там спящие, спящие, да, как в этом сериале, спящие, могут создаться какие-то такие ячейки, которые будут закрыто, замкнуто действовать. А тут в лете наши службы действуют более, как бы, я считаю, умно, более грамотно. Они позволяют это все выплескивать. Но, по крайней мере, вид демократии существует. И вид демократии создается, как будто демократия есть. И еще плюс, они могут это видеть и какими-то способами красиво как-то контролировать это все могут, они это делают. И плюс даже могут в каких-то моментах даже свою пользу использовать. Там что-то вбрасывать, что-то там где-то подергать. Я тебе скажу, что в Латвии действительно очень сильно люди напуганные. Потому что они даже, когда приезжают сюда в Беларусь, очень многие на меня выходят, знаешь, там поговорить, как, что, чего, посоветуют там, допустим, как легализовываться. Потому что есть индивидуальные подходы, да, кто-то через недвижимость хочет, кто-то через работу. И я тебе скажу, кстати, очень большой запрос. Именно переезд в Беларусь. Даже не в Россию, а именно в Беларусь. Знаешь, почему? Они все говорят одно и то же самое. Продукты питания, стабильность политическая, что раньше вообще люди об этом даже не думали. Раньше люди не были настолько политичны. Так вот эти люди, когда приезжают, я говорю, слушайте, ну давайте хотя бы, когда легализуетесь, может быть, дадите интервью, расскажете свой путь, почему переехали. Они говорят, нет, мы все равно, мы не можем, мы боимся, у нас там родственники остались и так далее. То есть они, понимаешь, они уже таким путем запугали людей, что, ну, действительно, есть основания полагать, что могут затронуть родственников. Вот, ну, как так? Просто в отместку за то, что кто-то кому-то интервью дал, на телевидении появилось. Слушай, кстати, у вас не журналисты, кого-то у вас посадили за то, что дали интервью белорусскому каналу, если не ошибаюсь. Белорусскому? А, кстати, этот, не-не, не за интервью. Нас посадили еще одного, кстати, человека, ай, блин, забыл, как его фамилия, имя, фамилия. Он контактировал постоянно, он, типа, юрист, адвокат, он контактировал с Ксенией Лебедевой. Он якобы, знаешь, как там вывернули все. Он, когда был здесь в Белоруссии, он давал ей интервью к Ксении Лебедевой. Постоянно с ней, ну, общался, давал интервью, а потом приехал в Литву, внедрился в ряды из Могаров, там, в ряды, не помню, чей там, не этой, наверное. Тихановский. Не Тихановский, там, наверное, как она там, вторая, которая, картина кассы, денежная касса была. Короче, мне кажется, к ней внедрился и даже там какой-то подписал какой-то вроде договор, что будет представлять где-то их там в литовских судах, ну, вот что-то такое. А потом они якобы поняли, что он внедрился специально по заданию подполковника или майора Ксении Лебедевой подполковника ГБ внедрился и хотел вытащить какую-то информацию. И из этого этому парню дали, мне кажется, очень много, там, 10 лет, что ли, ему дали. Да, да. А это, типа, как шпионаж шел или как предательство какое-нибудь? Это там уже вообще, даже не понимаю, какую статью, как шпионаж, это как у Альгердаса, ну, Альгердасу там дали сколько там, 6 лет, полгода срезали, ну, полгода срезали за то, что он, оказывается, не занимался шпионажем, а собирался заниматься шпионажем. Так это вообще только за намерение, что он подумал, что будет заниматься. Я вот, кстати, хочу... А ему уже нарисовали там какую-то очень... Я, во-первых, хочу вот еще вот кое-что для зрителей сказать одну вещь. Вы сейчас наверняка будете сидеть... Мантос Даниэльус. Да, вот. Я вот просто что хочу донести. И сейчас наверняка зритель будет сидеть и думать, а чем вы лучше, чем змогары, допустим, да? Типа, они тоже какие-то якобы свои права там отставили. А знаешь, когда я как отвечаю всегда? А я отвечаю, вы нас не сравниваете с змогарами, потому что змогары, они действительно хотели у себя в стране делать нелегальный переворот. Они действительно там даже находили какие-то схроны с оружием. Они уже готовились к военным действиям, как на Украине, как на Майдане. И они это совершали нелегально. Это запрещено в любой стране мира. Возьми любую страну мира, любую, Литву, Латвию, Беларусь, неважно какую, такие действия везде, в каждой стране будут наказуемы и будут очень сильно наказуемы. А мы, мы же предлагаем дружить с своими ближайшими соседями. Мы же говорим о дружбе. Мы же не предлагаем сносить нашу власть нелегальными путями. Выступая за добрососедские отношения с Республикой Беларусь и Россией, на меня уголовное дело за нападение на суверенитет и целостность государства Латвии. Где тут связь? Где тут логика? Чем Россия и Беларусь, допустим, имея дипломатические и те же самые экономические отношения, нападет на какой-то суверенитет так называемой Латвии, которого и так нет. Вот сегодня праздник, момент записи этой передачи. Сегодня 18 ноября, день независимости Латвии. 106 лет создания целого такого независимого в кавычках государства. Ребят, где эта независимость? Проснитесь, нету вашей независимости. Все вы зависите от западных денег, кредиторов, и не дай бог вам перестанут деньги платить. Что вы будете делать? Ваши земли все заложены. Сейчас самим европейским странам ведущим, которые ведут Германия, Франция, которые основные доноры Европейского Союза, так им самим денег не хватает. И они сейчас начнут обрезать все какие-то программы, начнут обрезать. И если обрежут программы, Литва, Латвия, Эстония, это глубоко децентральные страны, так как эти страны будут выживать, я так скажу, не совсем понимаю. Скажу так, во-первых, мы прошли ту самую новомодную болезнь, когда всем миром пытались уничтожить стариков и так далее, да, и многих других. Но это лично мое мнение, сугубо частное и так далее. Вы можете верить, можете не верить, там этому соглашаться. От стариков не получилось всех избавиться. И вот сейчас в Латвии уже кричат то, что нет денег платить пенсии. Вот. Понимаешь? Это следует... И все. Это... Это катастрофа. Что дальше? Я не знаю. Ну, у нас время заканчивается. Эдик, и знаешь что, я думаю так, давай попросим наших подписчиков написать комментарий, если вам понравилась такая тема, когда вот мы вдвоем обсуждаем, да, вот этот формат, и если вы хотите, чтобы мы продолжали так же, мы, допустим, можем это делать раз в две недели, раз в неделю, да, не только с гостями, потому что гости гостями, но мы изнутри знаем это все, как вот там вот происходит, и как это все устроено. Мы можем даже отвечать на ваши вопросы, которые вы будете писать в комментариях, и мы будем выводить на экран самые лучшие или самые, скажем, такие актуальные, и вот с Эдикосом высказывать свое мнение. Ну, в комментариях, чтобы зрители писали, им понравилось, не понравилось, продолжать нам такой формат, продолжать, скажем, мы можем обсуждать какие-то текущие дела, скажем, вот последние события, да, вот стрим Лаурина Сарагельскиса в Литве, да, очень интересный стрим, кстати, мы можем даже вот пока там пару минут можем даже поговорить в этот стрим. Ты смотрел, я смотрел, а когда я вокруг людей разных спрашивал, все смотрели, и мне даже друзья там присылают ссылку, вот типа, посмотри, я уже говорю, посмотрел. И как он пошел вот этот митинг, ну, он бесстрашный, реально. Да, да, ну, в двух словах про сам митинг, да, он вышел, скажем, митинг этих ландсбергитов-консерваторов, это самые ярые русофобы, они устроили свой какой-то пикет против того, что их отодвинули от власти, да, и они уже теряют власть, может даже думать, что придется ответить за это как-то... То, что натворили. Да, то, что натворили, и они уже заранее переживают и устроили пикет. И Лаурина Строгельски, литовец рубит правду, пошел на русском языке в эту гущу этих, я не знаю, русофобов, русофобов, в саму толпу и вел стрим на русском языке. Да, молодец. И только, ты же видел, да, идет просто говорить на русском языке, из-за того, что он говорил на русском языке, на него прям кидались. Что самое интересное, для меня это как почти, ну, обижайтесь, не обижайтесь, я имею в виду те, которые там выходили типа за это все, они называли Рогейскиса фашистом русским и так далее. Я думаю, господи, на своего же гражданина, на литовца, на литовца, ну, литовец, литовец, да, и как бы, даже, ну, ладно, там это слово первое, ну, типа русский, господи, ну, мир перевернулся. да, некоторые его, кстати, узнавали, там, один молодой парень его узнал, так он даже цирковое представление устроил, он там упал якобы в омурок, полежал две минуты, потом встал и начал говорить, ну, правда, я могу отдать должное этому парню, он как бы это красиво сыграл и более-менее красиво разговаривал, не так, как там другие, там, придурочные кидались на него, там, бросались, там, телефон пытались с руки выбить, этот парень еще себе так более-менее адекватно, артистично, но более-менее адекватно вел. Хорошо, на этой ноте мы заканчиваем, спасибо, кто посмотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и вопросы, а также, конечно же, ваше мнение, если такой формат заходит, мы продолжим. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»